всем привет это честное слово точнее честная дома и теперь я общаюсь со своими героями только через монитор ноутбука ну что хотела сменить не только формат но и контекст и впервые поговорить не о герое о проблеме которая сейчас существует о том самом переходе в онлайн и готовы ли мы в нашем не самом прогрессивном регионе к нему к этому переходу и материально и главное морально но сразу скажу план провалился и сегодня мы будем говорить о свободе от той самой парадоксальной свободе которую каждый из нас может и наверное должен себе разрешить тем более будучи запертым собственной квартире но это марус и загорская сегодня я буду говорить с организаторами и идейными вдохновителями барнаульского digital комьюнити это татьяна кришина и дмитрий еремеев блин ну вроде я классно живу на чего не хватает хватит жаловаться что ничего не происходит возьми и сделай не делишься знаниями не развиваешься ребята мы не даем никаких серебряных пуль вы не придете не внедрите у вас все взлетит мы за некий нетворкинг фидбэк был от уборщицы и гардеробщицы а это для того чтобы хантить кадры окружение именно окружение дает нам вектор дает нам возможность кем-то стать то вот индустриальное знание которое нам давали не давали в университете она считалась базовым сейчас базовое знание это как раз экзистенциальное знание умение общаться все лицо скиллы умение там не знаю там сам рефлексировать хоть через бой через страдания через вину преодолея я получаю намного больше морального ультурения мне бы даже не денег больше сколько времени потому что есть куча дел прикольных вот да они возможно там бесполезные это прожигание жизни я бы хотел просто прожить и счастливой вот какие ты видишь перспективы здесь в нашем регионе именно в алтайском крае в плане возможностей диджитализации вот после кризиса что это страшно и не надо ее так сильно романтизировать что вроде как сейчас какой-то всплеск будет нам как-то поможет конечно это плохо для такого региона это будет хороший пинок именно пинок то есть добровольным конечно бы на это не пошли если говорить про местные местный рынок особенно всякий малый бизнес то мне кажется что по большей части он конечно повредит эта ситуация они скорее всего закроют зачем диджитализируется просто потому что подавляющее большинство как мне кажется малого предпринимательства довольно таки закостенелая в плане ну технологии для них порог очень высок в этот вход это все тяжело это все прошло а вот молодежь у которая с так скажем с вот всякими этими медиа и диджиталом и на ты конечно они охотно впрыгнут все кто стеснялся ждал чего-то боялся карантин поставил такие условия что выхода другого нету что сейчас даже вот если взять сферу общепит любые магазины быстренько сделались даже подключились к яндекс идеи оформили доставку до этого у них не доходили руки у нас среди клиентов было очень много интернет магазинов которые ну нам в принципе достаточно того что у нас люди заходят на сайт смотрят товары а потом приезжает к нам в магазин уже выбирает щупают покупает то сейчас экстренно нужно внедрять какие-то фишки как онлайн оплата онлайн доставка и делать именно сервис в интернете вплоть до каких-то прикольных штук типа онлайн примерочных такое тоже можно реализовать я думаю наш мир не то что он станет абсолютно другим потому что все это останется все эти тенденции останутся тебе не кажется что перейдя в онлайн мы себя решим каких-то таких простых бытовых кайфов из серии потрогать джинсы насколько они мягкие ли шершавые перед тем как купить их если мы с тобой сейчас студии сидели согласись возможно мы бы от этого больше могли получить ну не понимание друг о друге но эмоции точно да сейчас я испытываю какие-то сложности с тем что хочется пообщаться с людьми хочется сходить прогуляться с под общаться с друзьями но это заменили зумом и я думаю в принципе люди приспособятся к этому что ли а куда деваться то еще это решила вообще сеять знания среди своих коллег но эти коллеги на самом деле конкурентики твои вот а это тебе зачем вот тебе лично зачем мне просто стало скучно в барнауле ну я просто посмотрела как в других городах да я очень часто езжу в командировки в москву там классно я приехала в москву по работе встретил какие-то встречи тут же вечером думаю как провести вечер где найти интересную компанию там день по 10 метапов где сидят такие же как и я специалисты и плюс специалисты покруче намного где ты можешь прийти послушать какого-нибудь спикера все это бесплатно потом пообщаться на каком-то автопаде получить какие-то новые эмоции знания нас такого нет мы объединились с единомышленниками и решили каким-то своими силами попробовать создать свою тусовку которая будет делиться знаниями друг с другом общаться и решать вместе какие-то большие глобальные проблемы такие как отсутствие кадров такие как у отъезд специалистов крупные крупные города утечка мозгов получать образование у какого-то московского классного спикера сидя в барнауле кажется адекватным учиться у барнаульца будучи барнаульцам ну как бы у нас считается ну как бы ну такое может может вот это изменить ситуация на твой взгляд как-то вот этот рынок мне кажется что эта ситуация может повлиять на родители которые сомневались в удаленном образовании типа до чему тебя научить через компьютер иди вон сейчас они задумываются и возможно сдвинется с какой-то мертвой точки но это печально для местных вузов потому что местные вузы я поскольку сам как человек вот с сентября пойду преподавать вагу в веб-аналитику и я вижу как у них устроена удаленка как у них устроены все эти моки ну то что можно проходить себе тестирование сразу кто меня из агу смотрит простите пожалуйста но черт возьми правда печальненько что вы делаете это может стать такой какой-то платформой для выращивания этих людей или это все-таки маловато это конечно маловато но уже становится платформой по например вот пожалуйста вот по курсу цифрового дизайна который вагу стартанул ну то есть все ребята которые там сейчас преподают а это реальные практики которые своими руками цифровой дизайн делают они приходят преподают все эти ребята ну типа я не буду ничего говорить но это наши ребята мы собственно начали общаться с вузами и они на нашей площадке какие нашли каких-то ребят которые хотят общаться с студентами и так далее вот пожалуйста это хороший кейс да он единичный хотелось бы что таких было больше с этого года я и мой муж и коллега антон гришин даже пошли преподавать давно хотели с другими кураторами как-то выбраться в университет и у нас в прошлом году получилось сделать большую конференцию для студентов в алтайском государственном то есть на которой мы сами выступали спикерами и куда спикеров позвали топовых руководителей компании которые тоже в принципе довольны барнаулом довольны жизнью здесь которым тоже не все равно вообще как обстоит здесь дела таких у нас кстати больше очень много в барнауле и все они помогают являются кураторами нашего сообщества по направлениям вот сделали большую конференцию после конференции мы общались деканом и этот подход очень понравился и вообще какие мы знания несем студентам и самый главный вообще фидбэк был от уборщицы и гардеробщицы которые сказали это же самые главные люди которые знают все ребята которые выходили из конференции они так отзывались они им так понравилось не были это лучшее что мы услышали за все время учебы вот то есть услышали мнение x отзывы от экспертов у меня возможно начался какой-то такой период который начинается у многих людей когда им исполняется 30 лет что постоянно такой как бы делаешь паузу и понимаешь блин ну вроде я классно живу на чего не хватает каких-то эмоций и ты начинаешь понимать что ты живешь не только там ради себя ради там семьи ты начинаешь нести какие-то еще можешь нести какие-то знания в массы и вот мне это реально доставляет какое-то большое удовольствие допустим если провожу какой-то метап потом смотрю какие отзывы идут от людей что это круто что это классно я получаю очень огромное удовольствие отзывы были плохие отзывы да да плохие отзывы у нас были типа на метапе закончились ложечки для мешания кофе было либо душно было либо очень прохладно сильно работал кондиционер то есть таких отзывов много на самом деле и мы считаем наверное это хорошо негативные отзывы всегда есть что люди не придираются контенту к наполненности они придираются каким-то уже таким бытовым мелочам который мы стараемся каждый раз как-то переделывать слушай а как вот вы со своими этими инициативами себя отрезаете от всех этих инфо-цыган это все очень такой эфемерно это нельзя повторить никаких правил мы примерно так делаем во первых у нас бесплатные мероприятия все это соответственно ну типа мы на этом не зарабатываем значит как бы уже пожалуйста в этот лоск приберите второй момент мы стараемся привлекать предпринимателей специалистов и например студентов но на таких если совсем укропнить нашу аудитории и показываем что ребята не даем никаких серебряных пуль вы не придете не внедрите у вас все взлетит мы за некий нетворкинг если будем общаться делиться мы вместе вырастим и вы и мы то есть у нас на это акцент вот и третий момент как мы мы хотим то есть конечно у нас есть в планах сделать все платное мероприятие мы хотим сделать крупную конференцию многопоточную для разработчиков дизайнеров и менеджеров и она будет с платным входом и нам могут сказать а вот же она вот ради чего все делалось и мы хотим сделать и очень годный ну то есть это такой быть барнаульский кодэфест например но есть так совсем сказать притянуть мы будем делать это чтобы сделать чтобы показать что в барнауле это тоже можно что это будет класс вот в онлайн собираемся сейчас как раз тестируем техническую сторону как бы нам так все это сделать потому что у нас обычно там два пикера либо круглый стол ведущий как это у нас то есть не один на один а еще и с публикой который онлайн будет смотреть тестируем площадки думаю в ближайшем будущем что-нибудь сделаем вообще такая обывательская позиция она какая что если есть несколько компаний которые работают в одной отрасли и находятся на одной территории то они как бы должны друг с другом ну конкурировать вообще такой шеринг знаний культура вот этого раздавания знаний налево-направо причем довольно годных довольно таки важных знаний во первых не делишься знаниями не развиваешься вот у нас так то есть будут те кто совсем даже сели на какой-то инсайт никого не рассказывать рано или поздно инсайт умирает а они такие черт надо придумывать новый а лучше бы если он эволюционировал вместе с с отрасли мы как-то никогда не ждем какой-то поддержки ни на что не надеемся потому что мы понимаем что все в наших руках я считаю что на самом деле надо такой проактивностью любому бизнесу ну заводиться не ждать не сидеть когда прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино возможно нужно тоже как-то промышленности объединяться в такие же комьюнити решать свои проблемы производственникам там общепиту это же круто у вас есть общие проблемы зачем воевать друг другом такой своего рода пиар очень хорошего он работает потому что это искренне пиар когда люди видят что этот чел разбирается крутая у них видимо компания эта компания становится на слуху это правда те кто не делятся не очень на слуху ну то есть понятно есть разные способы как пиариться вот но это очень хороший верный очень способ искренне такой честно но объясни мне что ты конкретно расширил на дринкатоне не оборот мы сделали дринкатон чтобы то есть типа мы сразу сказали ребята давайте также соберемся но вообще ничего полезного друг другу говорить не будем ну типа раз в год подавайте за стаканчиком горячительного вот просто вот прям вот всякую фигню будем обсуждать но только не полезное и получилось ты был долгое время лицом одной из топовых компаний ну не побоюсь этого слова на российском рынке да и чё вдруг вот так вот раз и все две причины такие наверное основные во первых я бы хотел выбирать проекты прямо скажем некой такой свободы типа выбирать можно и второй момент попробовать попробовать самостоятельно сети я не в плане того что даже там становиться каким-то предпринимать открывать свою студию агентство и так далее нет просто посмотреть на что я способен в самостоятельной работе ты человек который видно что хочет идти вперед у тебя есть вообще какой-то план тоже отпочковаться прокачать скиллы стать самой мамкой начальницей ой но это такой провокационный вопрос не знаю я пока о нем еще не думаю может думаю но не скажу кстати а у тебя были мысли тоже поехать куда-нибудь конечно я же все таки так скажем как бы так сказать поаккуратней ну в общем я такой у такого пота потолочка барнаульского все таки вот но я никуда рубежа и мне не очень хочется во-первых менять но у меня здесь все у меня здесь все я только-только ну то есть я хоть и не молодой но я у меня молодая у меня молодая семья вот и поэтому не хочется ничего пока менять в этом плане но рынок заставляет мне уже приходится ни один и два проекта например вести для того чтобы увеличивать да там свой доход и так далее а переезд решит ну решил бы эту проблему потому что сейчас все все нормальные офферы которые мне предлагали за это конечно все с переездом вот и я конечно раздумывал подумывал этот вопрос отложил на неопределенный срок потому что я не хочу уезжать ну ты знаешь просто я наоборот слышала неоднократно такое мнение что мол для человека который занимается и коммерс вообще сибири то и особенно алтайский край это вообще идеальное место жить дешево платят хорошо уровень профессионализма такой что ты можешь работать с америка и там с европой тратить здесь на команду меньше а почему тогда ты говоришь что все-таки самые интересные предложения они с переездом а нет тут они интересные потому что они там есть большая перспектива роста я вот к чему веду то есть конечно например занимаясь тем же самым что сейчас я делаю перееду это будет просадка просадка зато с четким понятием что если я выполняю какие-то кипи ай то там будет точно рост и он будет не станут на нормальный то предскажешь подождать какое-то время вот сначала снимать далеко от метро потом перебираться и так далее вот понимаю я не готов на эту просадку во первых уж менять привычки придется во вторых как бы семья я не один и вот а здесь такого такого плана то есть ты сидишь ты просто можешь горизонтально брать больше проектов больше делать и так далее ну вот а так чтобы тебе просто увеличивали какую-то какой-то кост твой тяжеловато потому что люди которые покупают в сибири часы или там какой-то аутсорс какой-то устав делают они га они уже готовы на какую-то цифру цифра не сильно меняется то что ты женщина в этом мире технологий тебе это как-то помогает или наоборот у тебя есть какие-то с этим проблемы на нибудь говорил какой-нибудь программист тайм не пытайся вот так знаешь высока но чувствовала какой-то пренебрежение конечно было и сексизма было много сейчас его стало намного меньше потому что сейчас очень много девушек программистов очень умных очень крутых очень скилловых технически подкованных да раньше их было мало и вот лет шесть назад я там приезжаю на встречу и там начинают все таки типа ты вот и мне я сразу это понимал да где папа грубо говоря я сразу понимала и мне приходилось работать над собой и хотя бы я прям докапывалась до наших программистов садилась рядом и так давайте мне рассказывать и про процессы про один и ску про способы импорта чё там как каким образом делаете я всему постоянно училась чтобы не выглядеть дурочкой и не звать папу когда я учился на программиста и нас было там на сто двадцать человек типа 12 девочек программистов тоже конечно предвзятишие отношения с точки зрения парней но кстати многие из них там с красным диплом потом закончили вот это со временем проходит она это вот он я уже замечаю это что это уже рассеивается у нас например на метапах для разработчиков у нас были спикеры девушки и еще все прекрасно было очень круто а когда девушка в силу например профессии или должности например менеджер начинает она разбирается хорошо в чем-то техническом потому что она это продает например то конечно да скепсис я чувствую что пройду как откуда ты чё можешь знать сейчас считается что типа вот круто быть осознанным осознанным в каком смысле наоборот отказаться от всего лишнего понять что в общем-то тебе не статуса не нужно не денег сесть в дальнем уголе детской на такой пористый матрас желательно в позу йоги немножечко расслабиться и наоборот как-то отпускать и на этом фоне люди которые там продолжают быть проактивными выглядят ну такими вот какими-то заблудшими не понимающими что вот эта гонка она ничего ничего не да ничего не даст вот ты сама как относишься вот к этой тенденции наоборот отказа от всех кайфов вот этих вот адреналиновых отказа от гонки за деньгами за должностью за какими-то крутыми проектами которыми ты можешь похвастаться тебе не кажется что сейчас может быть вообще тренд на какой-то отказ от устоявшихся креативных групп и может быть переход на какую-то такую ну не знаю какую такую форму когда будет некое сообщество будет где будет много много людей у каждого у которых будет специализация и под каждый конкретный проект просто из этого сообщества будет набираться там не знаю команда с нужными скиллами принцип такого собирания команд на лету такая холократия да многие кстати айтишные и диджитальные компании работают по такому принципу абсолютно новый проект просто собирается и новая четверка и фигачит а потом перерасформировывается ну это нормально я не за не представляю как такое делать в вузе например это то есть в какой-то перспективе это возможно просто эти люди должны быть у них у них невероятно развитые вот эти софт скиллы да них по них профессиональные а вот эти такие скажем экзистенциальные их умения должны быть развиты они должны быть кросс функциональны уметь много чего делать помимо того чего они чем и по профессии там обучились и они должны быть гибкими должны быть стрессоустойчивым таких просто людей вот условно в регионе не в жизни там мы упрёмся всегда выдачи мы все устроимся вот сейчас такими командами нехватка кадров будет страшно потому что там перегорание возможно будет страшное я не представляю как это сделать везде вот войти ищусь и представляем очень что мы эволюционно должны к этому прийти типа вырастет новое поколение молодых стрессоустойчивых ребят готовым к изменениям во любую секунду во что это трансформируется потому что если это не трансформируется но блин это же наверняка тогда превратится в кризис потому что ну россии без вот этого всего невозможно просто уйти вверх да согласен без кризиса невозможно во что это в трансформироваться должно трудно мне представить дело в том что роста никакого нет по сути ну я сейчас утрирую потому что мы берем вот прям средне по больнице особенно если местные роста нет просто растут соизмеримы себе ну то есть То есть растет, не знаю, выручка, соответственно, и растет количество ртов. То есть у нас пока там такая зависимость четкая. Поэтому вот так если в сухом остатке, рост как бы он слабый. То есть у нас нет такого взрывного роста, что на самом деле у нас айтишники местные, алтайские, они на самом деле могут скупить все к чертям собачьим. Не, неправда. Зарплата, естественно, конские. У многих очень большие зарплаты, потому что некоторые специалисты очень-очень ценные. Вот, соответственно, они отъедают большую часть и так далее, и так далее. И все. Ну, в общем, я бы не сказал, что здесь какой-то прям сильный-сильный лютый рост. Ты технар, да? Да, я программист вообще. Да, ты программист. Вот объясни мне как программист, как у нас эта силиконовая долина здесь вообще образовалась? Сильная школа была еще со времен советского. Я сам отучился на ПАФТе в Политехе, мощнейший был. То есть там какие-то знания были, прям, скажем, типа, отставали от того момента, когда мне преподавали. Но в целом это было мощно, школа была клевая, преподаватели были сильные. Вот, поэтому спасибо там всяким. Я не могу сказать только вот, например, за Политех, за Шокиса, за то, что он основал кафедру прикладной математики. Да, Семену Рочкантору и так далее, потому что очень мощно. Плюс ко всему есть всякие матфаки, агу, которые дают отличных, просто лучших ребят в плане, вот, я встречал очень многих оттуда аналитиков, стратегов, ну, какой-то математический склад ума, там, просто как будто прокачанный на уровень. И вот, мне кажется, такая синергия. Еще наверняка я какие-то обидел какие-то вузы, какие-то специальности. Вот они как-то собрались в условных там когда-то 90-х, эти ребята дали новому поколению, показали, смотрите, клево и следующее. Я же, я такой же был, я, у меня мама училась в затертом в 70-м году на кафедре ПМ в Политехе. И она говорила, вот, мы там на перфокартах программировали. То есть я был такой, вау. Перфокарт, да, да. Да, да. Вот, и, в общем, поэтому там такая еще какая-то была преемственность поколений. В пику всему этому сейчас просто растет какое-то огромное количество агентств, как я уже Тане сказала, как в моем любимом анекдоте, да, когда у нас будет скайп-кол, я сейчас не могу, я на математике. Как-то ты чувствуешь, напирают эти ребята, есть на них спрос? Конечно, конечно, чувствую, тем более, что я человек был, ну, то есть я специалист, мой час стоил, ну, нормально, выше рынка, я, конечно, и меня молодежь обходит это 100%, как минимум по цене точно меня, ну, то есть, блин, я не могу менять свои привычки и так депинговать, как они, это 100%. Сейчас есть очень много сервисов, каких-то шаблонных решений, например, даже конструктор Тильда, где человек, не программист, может потратить своего времени, допустим, ну, неделю разобраться в этом и сделать себе интернет-магазин, подключить платежку, подключить доставку, зарегистрироваться на тех же Яндекс.Деньгах и сделать все самостоятельно. Почему-то у людей такое есть мнение, я вот прям вот, я, наверное, сейчас буду в меньшинстве с этим мнением, что все, что дешевое на коленке сделано, плохого качества. Мы живем сейчас в то время, когда не всегда так, особенно все, что касается диджитала или какого-нибудь маркетинга, да, рекламы, видим, как ребята делают на телефон рекламу, да, и как они могут зашибать. Что, у них профессиональный монтаж, видеосъемка, целая команда осветителей? Нифига. Простое мнение, когда, говорит, у нас за 100 тысяч, а у него за 5, у него за 5 точно будет плохо, вы через этим не воспользуетесь и не заработаете. Неправда, можно заработать. Цифровую грамотность нужно всем сейчас подтаскивать, для того, чтобы самому разбираться, что хорошо, что плохо. Эти ребята делают за 5 тысяч, они делают плохо, сейчас они получат еще клиентов, и ты, Дима Еремеев, на своих митапах им еще покажешь ту дорогу, которая им объяснит, по которой они смогут еще и пойти и скиллы свои прокачать. И вот вопрос следующий задаю, а зачем тебе, Дима, это надо? Опять, второй раз. Во-первых, только конкуренция заставляет меня, а я человек линиевый, честно признаюсь, только конкуренция заставляет меня шевелиться. Я за здоровую конкуренцию, я даже за те, чтобы все проводили мероприятия, чтобы мы еще бились бы за человека, куда ему пойти. Поэтому я за конкуренцию, раз. Второй момент, это круто, это очень круто, мы все друг другу научим, правда, очень, потому что и на чужих ошибках, и на чужих кейсах это идеально, когда ты не несешь финансовых рисков, смотришь на чужие ошибки и учишься, это самое крутое. Ну и третий момент, они, вот эти ребята, которые делают плохого качества за маленькие деньги, они хороши для определенных формализованных задач. Как только бизнес начнет масштабироваться или захватывать новые рынки, это решение уже не подойдет. Они пойдут на уровень выше, и тут уже как бы есть другие ребята с другими ценами, и я там, возможно, где-то среди них. Вот я к чему веду, это нормально, так все рынки работают, так экономика работает, это нормально. Мы, когда хотим почистить, у нас засорился унитаз, и я не заказываю, я беру на Авито по цене, сортировываю на условный, беру человека, который сделает мне абсолютно формализованную задачу за минимум денег, без гарантии качества, придет, сделает, уйдет, класс. Вот, нормальная тема. Цифровая грамотность, как бы понимаешь, она будет бессмысленна, если ей будут владеть там 3, 5, 8 процентов населения. Чтобы, как бы, это было адекватно, чтобы это было как-то удобоваримо, нужно, чтобы, как, наверное, с грамотностью в плане там русского языка, да, более-менее все ей владели хотя бы на уровне 11 классов. Вот. И тогда это, по идее, должно бы стать уже задачей не твоей Димы Еремеева, а задачей, прости господи, государства российского. Просто пример хороший, когда у нас стало, да, у нас стало много газет и желтых, и всяких, и хороших, и плохих в свое время, как и было прям засилие, люди начали как-то сомневаться, да, как-то подвергать сомнению факты, написанные там, и научиться разбираться, что хорошо, что плохо, что правда, что нет. Но сейчас, когда соцсети, когда мы видим вот это все там постправда и вот эти все феномены, которые были, это, пожалуйста, вот посмотрите на постправду. Это разве не повод чуть ли не с первого класса цифровую грамотность включать, иначе мы вырастем, мы растем, живем в мире, где данные вокруг нас просто. Поэтому я считаю, надо начать с популяризации, правда, популяризации. То есть сейчас как ребенок. Ребенок не знает, кем он хочет стать к 11 классу, но точно знает, что хочет уехать. Надо чтобы такой, он хотел сначала кем-то стать, а потом уже решил, а вот мне уехать или остаться. Вот этот момент как-то поломать. Взрослость, как не инфантильность человека, проявляется в том, что человек достаточно хорошо, там, к каким-то 30-35 годам понял, что ему нравится, что ему не нравится, и он себе разрешил делать то, что ему нравится, хотя это выглядит со стороны немного смехновато. Я полностью согласен. Прям вот, хорошо ты сформулировала, я заберу вот, я заберу эту фразу прям целиком. У нас в Барнауле человек, который вдруг признается, что он читает рэп, это почти то же самое, что coming out, понимаешь? Ты сейчас, если будешь отвечать на вопросы про рэп, это будет выглядеть так же, как у Дудя, понимаешь, что этот Саша из вечернего Урганта отвечал, гей он или нет. Ну, то есть, примерно так. Я полностью согласен, я даже везде, я даже вот говорю, отдельный аккаунт это выкладываю и даже пишу, что это guilty pleasure, ну, типа, то есть, постыдное увлечение, точнее, увлечение, которым не стыдно признаться публике, хотя я публично это все выкладываю, это, конечно, ирония. С этой работой отчетами воскресенье прощелкал, третий по счету, черт, к тому же прощенный. Буденей буден учеты, мудильник отмщенный, вообще не за счет трудить по черной. Это не я ли? Замечен голосулетский кул, и ты страшный сут, и в апокалипсис меня не сходит. Я со школы, там, в школе была рэп-группа, в студенчатой была рэп-группа, вот даже когда я уже, там, не знаю, там, у нас где-то в 13-14 году у нас были последние релизы, ну, то есть, у нас прям вышел альбом, EP, LP, прям на iTunes, на Яндекс.Музыке были. Мы всерьез писали чего-то, там, правда, мысли, за которыми я до сих пор не стыдно, это все здоровское творчество. Мне вообще вот эта вот вся культура онлайн-игр, культура аниме всегда давным-давно нравилась. Я всегда, когда смотрела какой-нибудь там мультик, либо серьезный мультфильм, звучит глупо на самом деле, возможно, многие меня не поймут, но это как бы мой мир, для меня это все серьезно. Я заходила, смотрела, как люди так или иначе переодеваются в этих персонажей. Мне казалось, это прикольно, но все время вот этот вот какой-то шаблон висел, фу, это же делают 14-летние там девочки, как бы 16-летние девочки, это какая-то глупость, тупость и так далее. Ну, тут как-то я дозрела, плюс еще сложились обстоятельства, как-то встретилась с людьми, которые мне предложили. Я говорю, ну, есть такая небольшая мечта, они такие, а пошли, через две недели я такая, а-а-а-а, и потом такая, а пошли. Предложили персонажа из моего любимого мультика Adventure Time, мы, кстати, теперь его с дочерью вместе смотрим. Вот, нашли костюм, нашли парик, я немножко пошила и пошли на фестиваль. И что меня очень сильно удивило, то есть раньше я думала, что там только молодежь, там на самом деле очень много моих ровесников. Таких же, как и я, которые, видимо, пошли и что-то начинают делать. И я стала замечать, что именно у многих у них именно костюмы более проработанные, более дорогие, потому что это вообще-вообще недешево. Ну, я получила очень крутые эмоции, я была этим персонажем, вжилась в образ, со мной фотографировались, там были дети, я видела, как они на меня смотрят, улыбаются. Мама, мама, это же принцесса Пупырка, посмотри, давай с ним сфотаемся. И я тоже получила такой большой какой-то заряд положительной энергии и восторги, и думаю двигаться дальше. Сейчас, да, действительно, я позволил себе этим опять заняться, в такой легкой форме, типа сториз инстаграма, тиктока, что-то такого. Ну, просто не писать на студии, не там альбомы издавать. Где-то там 7 назад мне скажи, что я буду просто... То есть у нас было такое правило, никаких черновиков никому не показываем, только готовый, хорошо сделанный продукт. А сейчас наоборот, только коленочные показываю, если сейчас всерьез пойду на студию и что-то запишу, это будет выглядеть как типа, блин, чел. Вот, время такое, мне нравится оно сейчас, вся диайвайность стала прям... Вот, особенно сейчас, когда мы все из дома, у нас даже вот это интервью диайвайное, круто же. Да, сейчас все в кризисе, и все переоценили, мне кажется, многие, по крайней мере, переоценили вообще там стоимость своей работы, переоценили важность своей работы. И люди вдруг задумались, а кто они такие? Не хотите ли вы и эту штуку важную тоже вкрутить в часть своих металлов, потому что мне кажется, что профессиональное взросление, как ни странно, оно не может быть без вот такого личного взросления тоже. Мне кажется, что то вот индустриальное знание, которое нам давали, мне давали в университете, например, оно считалось базовым. А сейчас время такое, что базовым знанием индустриальное больше не является. Сейчас базовое знание, это как раз экзистенциальное знание. Умение общаться, все лицо скиллы, умение там, не знаю, там, саморефлексировать, вот это все-все-все-все, это является теперь основным базовым знанием. Именно поэтому идет такой большой тренд, я уверен, что так уже будет. У молодого поколения это уже так, он скорее будет называть себя по хобби, чем по профессии, вероятнее всего. Ну, мне так кажется. Вот такой тренд глобальный. И оттуда все вытекающее, и я согласен с тем, что надо такие вещи подпитывать. Еще и такой тезис хочу сказать, это очень важно. Если вы сомневаетесь в том, что делать или не делать, выкладывать или не выкладывать что-то, если вам очень сильно хочется, попробуйте пообщаться и сделать свое окружение хотя бы временно теми людьми, кто такое делает. Через уже несколько дней вы захотите это сделать. От окружения очень много зависит. Мы на своих мероприятиях постоянно это говорим, о том, что, ребят, зачем вам сюда приходить, даже если вы хорошо разбираетесь в теме. Даже если вам это не очень интересно, вы этим не будете заниматься. Приходите для того, чтобы окружение, именно окружение дает нам вектор, дает нам возможность кем-то стать. Хочешь стать предпринимателем? Ну, попробуй, чтобы в твое окружение было предпринимателей. Уверен, что будет становиться гораздо лучше и, возможно, даже сомнения какие-то пропадут. Ну, а ты персонально для себя сейчас какую видишь вообще точку роста? Я был в веб-аналитику, я ставку делаю на веб-аналитику, потому что сейчас очень много как раз запросов от бизнеса, что надо бы... Вот теперь все, веб у нас есть, мы уже такие все веб, а теперь надо смотреть за эффективностью и искать точки роста, искать точки, где у нас просадки, усилять. Все это быстро, живо, динамично, гибко, вот, итеративно. И не дорого, да? Поэтому я вот на это ставку делаю, мне это нравится. То есть, когда ты как бы к работе, ну так, средненько относишься, ты можешь спокойно в 5 часов шапку надеть, выйти из офиса и все. И как бы и вычеркнуть до следующего утра эту работу из своей жизни. Когда ситуация другая, работа вообще проникает во всю твою жизнь. И она, к сожалению, потесняет другие важные части этой жизни, вроде друзей, мужа и ребенка. Я придерживаюсь такого мнения. Я от своей дочери как пример. Она, самое главное для ребенка, это видеть счастливую маму. Если бы я сидела до трех лет, мучаясь, скучая о работе, изводя, веняя себя в том, что я сейчас там сижу с ребенком, трачу лучшие годы жизни, это было бы гораздо хуже. Да, я устаю. Да, мне пришлось сменить в своей жизни очень-очень многое. Мне пришлось изучить все возможные книги по тайм-менеджменту, потом выкинуть их в мусорное ведро. Но в целом я нашла какой-то ритм, где я успеваю уделять внимание всему. И моя работа на самом деле позволяет мне, допустим, даже вот сейчас работать дома удаленно с ребенком. И муж у меня работает, да. И я планирую так день, что я могу работать частями. Я, допустим, могу час плотно поработать. Или, допустим, с тобой сейчас пообщаться. Потом пойти провести время с ребенком. Мне не надо у станка с 9 до 6 сидеть. Моя работа позволяет мне именно день вот так вот планировать, чтобы уделять всем внимание. И стоит понимать, что чем больше ты коммуницируешь вот так онлайн, сейчас такой большой ритм жизни. Ты высвободождаешь просто кучу времени, которое ты тратишь на проезд, отойти до остановки, постоять в пробке, потолкаться в лифте. Ты можешь потратить их на какие-то приятные, простые вещи. Пойти погулять с друзьями, пообщаться с ребенком, не знаю, позвонить маме, позвонить папе, позвонить бабушке. Живое общение, я тоже согласна, никуда не берем. Будет синергия. Возможно, я вот в своей жизни буду пытаться в онлайн вывести всю вот эту вот покупки, возможно, обучение, чтобы не ехать куда-то на другой конец города. Почему бы фитнес не вынести? А свободное время, ну, давайте тратить на живое общение. Скоро оно, думаю, начнется, будем гулять, обниматься. Я думаю, может, даже на время все, когда будут сидеть в баре, в гостях, перестанут тыкать в телефоны. Вот, будут наслаждаться друг другом, наконец-то. Вот, собственно, ради такой какой-то свободы, возможно, я сейчас дома. Ну, вот ради этого. Не потому, что это сулит мне чего-то, каких-то денег. Вот, и, кстати, еще один тренд, который мы, надо было затронуть его, признаются многие же в этом, что сейчас идет тренд на то, чтобы не заработать больше, а работать так, чтобы высвобождалось больше времени. То есть люди готовы, чтобы им не добавили денег к зарплате, если они будут офигительными, а чтобы им давали больше свободного времени, оставив те же деньги, условно. Это совсем, если примитивно. Поэтому я вот за такой же, что у меня бы даже не денег больше, сколько времени бы, потому что есть куча дел прикольных. Вот, да, они, возможно, там, бесполезные, и это прожигание жизни. И я бы хотел просто прожить ее счастливой. Блин, по-моему, это идеальное завершение интервью про айтишников. Субтитры создавал DimaTorzok